Привет! Меня зовут Виталий, я главный инженер компании Земличист. И сегодня я расскажу о топовых ошибках при выборе и благоустройстве земельных участков. Причем начну я с общих тем и перейду к частному. Общие вопросы кажутся маленькими и незначительными, но обычно их решения обходятся дороже всего владельцам участков. Ну и расскажу о частных инженерных случаях, о тонкостях нашей работы. Основная ошибка, которую мы чаще всего встречаем, это несоответствие индивидуальных запросов заказчика и индивидуальных же особенностей участка. Например, высокая вода, обводненный участок. На таком участке приходится делать строение на свайных фундаментах, как, например, здесь. Заказчику хотелось бы сделать фундамент с цокольным этажом. Это уже не получится. И вообще нужно учитывать обводненность для выбора фундамента любого строения и любой дорожки. Еще одна ошибка, которая иной раз нас просто вводит в ступор в инженерный. Мы не знаем, что делать, когда на участке нет точки сброса. Например, поселковая канава, кюветы у дорог, они обязательно должны быть. Потому что ливневка, дренаж, септик – это очень много воды. Ее нужно куда-то сбросить, и она должна куда-то утечь. Посмотрите, вот здесь нет, например, канав. А теперь представим, что этот участок находится где-то в низине. Все, патовая ситуация. Вы обречены на вечное болото на своем участке. Продолжая тему, мы можем озвучить еще проблему неверного зонирования и уплотнения участков. Например, когда возле парковки слишком близко сажают живую изгородь, а зимой чистить снег с парковки попросту некуда. Очень часто встречающаяся ошибка, буквально это каждый третий объект, это не увязывание посадки дома, то, как он садится на участок, с тем проектом благоустройства, который планируется, и вообще с ситуацией вокруг. Например, мы имеем участок соседа, вот здесь стоит его дом, мы имеем свой участок. Да, вроде бы мы отступили по нормам, там, три метра оттуда, пять метров отсюда, посадили дом, и потом только понимаем, что мы окнами одной спальни смотрим в окна другой спальни, что где-то нужно будет воткнуть, разместить правильно септик, где-то должен быть находиться гараж. Все это нужно увязать до того, как вы построили дом. Нужно взять ландшафтного архитектора и архитектора строителей и попросить их сделать общую работу по посадке дома, как его развернуть, как правильно поставить, где у вас будет зона въезда, зона барбекю, все это распланировать, а потом только приниматься за работу на участке. Если какие-то объекты на участке достались наследство или все это было куплено как есть, то со многими аспектами придется смириться. Еще одна ошибка, особенно на новых участках, это отсутствие геологических исследований. Пожалуйста, делайте геологию. В рамках всего строительства это сущие копейки, но тогда вы будете знать, какова несущая способность вашего грунта, где находится уровень грунтовых вод. Это важно для выбора основания вашего дома, чтобы он не уплыл, не утонул, не поехал. Это важно для садовых дорожек на вашем участке, это важно для деревьев, которые вы посадите. Делайте геологию. Например, строители построили дом и выполнили вокруг него стандартный кольцевой дренаж. Собрали вещи и уехали. Мы приходим на благоустройство, и оказывается, что уровень грунтовых вод стоит настолько высоко, что по сути этот кольцевой дренаж утоплен прямо в воду. Более того, откачка этой воды никаким образом не организована. Что получается? Получается, что этот дренаж не помогает строению, а наоборот, еще больше убивает его, обводняя полностью основание. Что здесь можно сделать? Ну, можно всего лишь сломать дорожки, сломать отмостку, переделать полностью весь этот дренаж и каким-то образом, если это будет инженерно возможно, организовать отток воды. Проблема та еще. Еще одна распространенная ошибка – это геоподоснова. То есть все коммуникации, которые находятся на вашем объекте. Канализация, водопровод, газ, кабели. Во-первых, на них не нужно сажать дома и какие-то строения, а во-вторых, при земляных работах нужно знать, где они проходят. Еще одна распространенная ошибка – это подмена понятий ливневой канализации и дренажа. Дренаж – это защитное мероприятие, которое благодаря инфильтрации собирает воду из земли и защищает те или иные объекты. Весь участок в целом, фундамент здания, дорожку, парковку и тому подобное. Ливневая канализация – это мероприятие для мгновенного сбора воды с поверхностей и отвода его за пределы участка. Соответственно, эти две системы ни в коем случае не должны пересекаться. Почему важно знать теорию и различать эти две системы? Чтобы не допустить ту ошибку, которую мы видим, наверное, на каждом третьем-четвертом объекте. Это тогда, когда врезана ливневка в дренаж. В хороший сильный дождищик ливневочка наша начинает собирать воду с крыши, с парковки, с мощений и отводит эту воду в дренаж. И дренаж вместо того, чтобы сушить территорию, начинает ее еще больше обводнять. А представляете, если это происходит в октябре месяце? Начинаются заморозки и морозное пучение разрывает все, что находится у вас под землей. Или еще пример. Берут ливневую канализацию или дренаж и врезают это в поселковую, обычную бытовую канализацию. Это две очень разные системы. И если вдруг эксплуатационная служба обнаружит такую врезку, штраф придется заплатить немалый, а самое главное, эту ливневку все равно придется куда-то переврезать. Еще одна ошибка таится в основании дорожек, автопроездов и парковок. Это неправильный выбор этого основания. Не учитывание факторов грунтовой воды, типа грунта, на которых располагаются эти дорожки. Отсюда и очень-очень много недочетов, которые всплывают буквально на второй-третий год в прямом и переносном смысле этого слова. Есть хороший пример. Представим, что вы съездили на жаркий юг и увидели там отличные дорожки из плетника. И решили повторить это у нас здесь в средней полосе. Обратите внимание, что на жесткое основание плетняк крепить нельзя. Все у вас через пару сезонов потрескается и придет негодность. Также распространенная ошибка – это неверный выбор типа покрытия дорожки. Поясню. Например, вы выбрали дорожку из щебня на прогулочной зоне. Отлично, мы туда часто не ходим, все хорошо. Но вы решили продлить эту дорожку в так называемую велком зону. Там, где вы от машины до дома ходите каждый день. И зимой, когда вы будете чистить эту дорожку из щебня, половину щебня вы счистите вместе со снегом. Еще одна ошибка кроется в самих зеленых насаждениях. Очень часто не понимают назначения той или иной зоны. Например, нужна живая изгородь, зачем она? Зачем нужно декоративное, отдельно стоящее дерево, акцент? Далее, не учитывают особенности участка. Вот, например, смотрите, здесь участок обводненный, и растение пришлось посадить на специальную возвышенность, чтобы корневая система не была заглублена в обводненный грунт. Есть норма высадки растений, расстояние, которое должно быть между тем или иным растением. Есть растения, которые спорят друг с другом, и они просто могут задавить, законкурировать друг друга. Чтобы все эти ошибки учесть, лучше обратиться к дендрологам. Они помогут, подскажут, и потом уже высадить растения. Ну, или, например, сажают живую изгородь и стуль. Она очень капризно относится к снегу и солнечному свету. Она все время болеет, за ней все время ухаживают, и так это продолжается год, два, десять лет. В итоге расстраиваются и все это вырубают. Как бы странно ни звучала следующая ошибка, это чрезмерное увлечение ландшафтным дизайном. Очень часто аппетит приходит во время еды, и хочется и то, и это, и еще в какой-нибудь такой форме дизайнер так посоветовал, что потом инженерам приходится ломать голову, а как это вообще осуществить на данном участке. Да и ценник такого решения оказывается, как правило, просто заоблачным. Не увлекайтесь чрезмерным ландшафтным дизайном. Есть очень яркий пример. Ландшафтные дизайнеры просто обожают подпорные стены, ну и как разновидность цоколи заборов. Все очень здорово на бумаге, все красиво оформляется на чертеже. Но, во-первых, это достаточно серьезные инженерные мероприятия. Необходим расчет арматуры на прочность, на опрокидывание и так далее. Реализация подпорных стен тоже очень дорогостоящая история. А самое главное, после того, как ее залили в бетоне, вдруг оказывается, что ее нужно чем-то отделать. Обратите внимание, очень много подпорных стен и цоколей ни у кого просто ничем не отделано. Страшные в бетоне. В общем-то, ландшафтному дизайнеру иногда, честно говоря, пофигу, чем это будет отделано. Она говорит, а облицуйте, например, тем же самым плетником. А мы с вами знаем, что плетняк на бетоне в центральной полосе вообще не держится. Поэтому, как решение, здесь не стоит идти за какими-то космическими супер-желаниями дизайнера. Иногда стоит трезво смотреть на вещи. Высотный перепад можно оформить необязательно бетонной подпорной стеной. Есть отличная штука, армированная откосы. Или сам материал подпорной стены может быть другой. Ее можно сделать, например, из целикового натурального камня. Еще одна ошибка, скорее психологическая. Это неправильное соотношение затрат, причем инженерных, финансовых, временных ресурсов между основным строительством дома и благоустройством участка. Зачастую благоустройство всего участка обходится во всех этих смыслах куда ни дешевле и куда ни быстрее, чем строительство самого дома. Это нужно обязательно учитывать и соотносить свои силы на старте. Вам нужно точно понимать, чего вы хотите на вашем участке. Какие вам нужны работы для комфортного проживания. Часто такое бывает, мы приезжаем, заказчик говорит, хочу дренаж. Мы производим строительный анализ, а оказывается, дренаж вообще не нужен. Нужна, например, ливневая канализация. Получайте информацию от проверенных источников и работайте только с профи. С вами был Виталий. Ставьте лайки. До новых встреч.